Добрый вечер. Я Алексей. В эфире 42-й выпуск программы «Гербы городов России». Она выходит по выходным. Наш город сегодня – это город Зубцов. К началу XIII века город Зубцов – Зубчев, который достоверно существовал. В 1216 году он был отнят новгородским князем Мстиславом Мстисловичем у переиславского князя Ярослава Всеволодовича. Затем входил в состав Тверского княжества и вместе с ним присоединен к Москве. Случилось это в 1485 году, но до того он много раз упоминается исключительно по поводу разорения. Особо памятными стали литовские набеги 1245 и 1285 гг. Приход Дмитрия Донсвова в 1370 году. Зубцов в этом времени считался значительным городом. Свидетельством тому обширные укрепления по обоим берегам Волги, а также договорные грамоты XIV век с Литвой, в которых по платежу торговых пошлин он приравнивался к Твери и Кашину. Как и многие древнерусские города, Зубцов расположен при слиянии двух рек Вазузы и Волги, на левом берегу которой сохранился старинный земляной вал в форме полукруга. Когда-то мимо города шли суда не только по Волге, но и по Вазузе. Этим путем еще в XII веке пользовались немцы для торговли Риги и Годского берега со Смоленском, они проходили и далее на Киев, через западную двину до ее истоков, отсюда по Волге и Вазузе до села Волочок, где суда сухим путем перевозились до Днепра. В 1708 году Зубцов был приписан к Смоленской губернии, в 1719 году переведен в Тверскую провинцию Санкт-Петербургской, а в 1727 году – Новгородской губернии. В 1776 году определен уездным городом Тверского наместничества, с 1796 года – губернии. В городе появились присутственные места, чиновники. Он получил регулярную планировку, особую для каждой из его сторон городской и заречной. Расположение Зубцова и природная среда определяли занятия его обитателей – транзит грузов, постройка небольших судов, рыболовство и хлебопашиство. К середине XIX века здесь было три небольших завода – водочный, пивоваренный и кирпичный. Богатство или, что скорее, достаток города складывался от торговли хлебом и льном. Население Зубцова в 1858 году составляло немногим более 3000 человек. К концу XIX века, почти 5000 в городе было 650 домов, 135 торгово-промышленных заведений, две городские школы, в которых училось 100 мальчиков и 90 девочек. Пять городских ярмарок удовлетворяли исключительно городские нужды. Городской бюджет давал доход не менее чем на 10 тысяч рублей, половину из которых поставляли трактиры. Тогда же через Зубцов прошла железнодорожная линия из Москвы к Риге. В годы Первой мировой войны и до сентября 1917 год в городе были расквартированы два пехотных запасных полка. Пережив без особых потерь две революции 1917 год, Зубцов довольно рано вступил в период реконструкции, аки в 1921 году здесь была сооружена электростанция. К 1940 году работали льно-перерабатывающий завод, пуговичная фабрика, мастерская по ремонту тракторов, строился силикотно-керамический завод. Однако 11 октября 1941 года Зубцов был оккупирован немецко-фашистскими войсками, превратившими его в укрепленный узел. Менее чем через год, 20 августа 1942 года, после ожесточенных двухнедельных боев город был освобожден. В 1977 году близ Зубцова-Новозузи сооружена плотина Возузской гидросистемы. К этому времени население города насчитывало немногим более 7 тысяч человек. Приблизительно столько же экскурсантов приходит за год в небольшой местный краеведческий музей, открытый в 1988 году. В Зубцове по-прежнему работает льнозавод, построен ремонтно-механический завод и завод по переработке молока, поставляемого животноводами округи. Герб города. Червленый щит пересечен за острыми золотыми зубцами. Вам понравилось наше видео? Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.